Господь с нами Кто-то начнет говорить Потому что однажды Христос сказал Где двое и трое собраны Во имя Мое, там и Я среди них Правда? В другом месте Христос сказал Сея с вами во все дни до скончания века Не оставлю вас и не покину Не оставлю вас сиротами Правда, да? Однажды апостол Павел сказал еще такие слова Бог дал каждому человеку время И места обитания Для чего? Для того, чтобы они искали Его Не найдут ли Его, хотя Он недалеко И от каждого из них И не ощутят ли Его? Так вот, сегодня вопрос Бог здесь Он с нами, несомненно Он себя отречься не может Даже когда мы не верны Он все равно верен Он нас никогда не оставляет Вопрос в другом Ощущаем ли мы Его? Есть в жизни обстоятельства, когда мы движемся верою Когда все вокруг говорит Скорбь и теснота Зло вокруг Ты проходишь через какие-то обстоятельства Через какие-то штормы Житейские И тебе нужно идти верой И тебе нужно иметь веру в сердце Что Господь с тобой Хотя ты Его не ощущаешь Не видишь и не чувствуешь А есть время, когда ты можешь Его взыскать и ощутить И одно из этих времен Это собрание святого народа Где однажды Он сказал Что я живу среди словословий Израиля Где славится Мое имя Где звучит Мое имя Где прославляется Мое имя Господь говорит Я там И мы можем Его ощутить В песнопении Словословии Стихотворение, проповедь И так далее, и так далее, и так далее В тихом дуновении ветра К сердцу Когда Бог говорит к сердцу Вы когда-нибудь ощущали Когда Бог говорит к сердцу В науке есть такое Понимание, когда резонанс происходит На этом построена аппаратура УЗИ Когда проверяют Организм человеческий Он издает очень слабый сигнал Каждый орган человеческий Имеет определенный сигнал Определенную волну И эта аппаратура Она дает на эти органы Такой же сигнал И когда два сигнала Они соприкасаются друг с другом Они этот сигнал увеличиваются И поэтому аппаратура Считывает показания Считывает изображения Если бы невозможно было Уловить эту волну На экране бы ничего не было видно Так вот иногда Бог Духом Святым говорит тебе в сердце И говорит через уста проповедника Через песнопение Через словословие И вдруг твое сердце гореть начинает Потому что ты со стороны слышишь То же самое, что звучит в твоем сердце Это резонанс Дух Святой Он увеличивает свое слово Он явственно начинает к тебе говорить Его голос более становится слышим Увеличивается его сила И тогда ты понимаешь Что это Господь обращается к тебе Мы сегодня на этом месте Мне хотелось бы Я сначала зачитаю место Из Священного Писания Это второе послание Коринфянам Третья глава С третьего стиха Третья глава С третьего стиха Второго послания Коринфянам Вы показываете собою Что вы Письмо Христово Через служение наше Написанное не чернилами Но Духом Бога Живого Не на скрижалях каменных Но на плотяных скрижалях сердца Такую уверенность мы имеем В Боге через Христа Не потому, чтобы мы сами Способны были Помыслить что-то от себя Как бы от себя Но способность наша От Бога Он дал нам способность Быть служителями Нового Завета Не буквы, но Духа Потому что буква убивает А Дух Животворит Апостол Павел говорит Вы письмо Христово В книге Второзакония в 27 главе Когда израильский народ Перешел через Иордан Переходил через Иордан Господь говорил Когда вы перейдете через Иордан Возьмите большие камни Обмажьте их известью И на этих камнях Обмазанных известью Напишите слова закона сего Очень явственно Когда мы Берем еврейский язык И если мы углубимся И начнем изучать это место Из Священного Писания Если более полно перевести Это место Там написано так Напишите так Чтобы каждый проходящий мимо Бегло Бегущий Просто прошел И просто головой так посмотрел На этот камень Чтобы даже бегло Идущий Или бегущий Мог прочитать То есть не надо всматриваться Не надо прищуриваться Там ни размазанные слова написаны Ни размазанным почерком Ни непонятным почерком Господь говорит Ты обмажь известью И на этом камне На этой извести Очень явственно Напиши слова закона Чтобы каждый проходящий мимо Даже просто бегло Пробежал мимо Мог явно увидеть Что там написано Так вот Когда Господь Этот же оборот речи Употребляется В этом месте Из священного писания Когда написано Вы письмо Христово Написанное Не на каменных скрижалях Но на скрижалях Плотяных сердца вашего Чтобы каждый человек В этом мире Который даже бегло Мимолетно соприкоснется с вами Мог очень явственно Прочитать Чтобы он не всматривался Чтобы он не думал Что это непонятное Они делают Но чтобы они явственно Могли прочитать Что же написано На твоей жизни Однажды Христос Сказал такие слова Мир мой оставляю вам Мир мой даю вам Не так как этот мир дает Я даю вам На сегодняшний день Среди бури тревог В этом мире Среди неспокойного времени В нашей стране По другим местам По разным обстоятельствам По разной ситуации Верующего человека От неверующего Отличает Знаете что У нас вообще Я вам скажу Такую очень хорошую весть Мы самые счастливые люди На этой земле Верующие И знаете по какой причине Мы читаем Писание И Бог нам открыл Знаете что Мы знаем чем все закончится Дорогие братья и сестры Мы знаем чем все закончится Мы имеем радость Как сказал Христал Радуйтесь этой радостью Что имена ваши записаны на небесах Возможно Возможно Все мы Не доживем И не увидим Закончатся ли те обстоятельства Когда Которые переживает Сегодня этот мир Возможно Дальше может быть Будет хуже И мы уже не увидим Той свободной жизни Того свободного передвижения По этому Может после нас Еще кто-то увидит А мы этого не увидим Но зато мы знаем Где мы будем Когда нас не станет На этой земле И это должно Приносить мир Божий В наши сердца Почему Потому что мы знаем Чем все закончится И где мы будем Потому что Однажды Господь сказал Ты сын мой Я родил тебя Я твой отец И я твой Господь И я веду тебя К вечной жизни Ко спасению Ты знаешь Чем все закончится Ты знаешь Где ты окажешься Веруя в Иисуса Христа Этот Божий почерк Он должен быть написан В твоем И в моем сердце Когда ты живешь В этом мире Мир беспокоится Мир стенает От грядущих бедствий Он ужасается От того Что происходит В этом мире А ты как верующий человек Ты должен знать Какой твой конец Как однажды Ассав Вошел во святое Святых Он говорит Чуть стопы мои Я чуть не подскользнулся Я позавидовал Он нечестивым Они ходят У них от жира Выкатились глаза Они гордо Поднимают свою голову К небесам Хулят Господа И я думал Они самые счастливые люди Но до тех пор Он говорит Я был как скот Как животное Я не понимал этого Пока не вошел Во святилище И не увидел Конец их И я думаю И свой конец Он понимает Какой конец ждет их И он понимает Какой конец Ждет его Это дает нам Великую привилегию Жить на этой земле Мир в сердце Мир в сердце Зная что Бог Давно успокоился От своих дел И пригласил нас В свой покой Мир в сердце От того что Бог Все держит Под своим контролем Иеремия говорит И кто это говорит Что то бывает Чему Бог Не повелел быть Разве такое бывает Не бывает На земле У него Ничто не выбывает Он дал нам Привилегию Быть верующими И знать Чем все закончится Он открыл нам Будущность И дал нам Надежду Жить на этой земле Уповать на Нему И знать Что однажды Будет встреча с Ним Несмотря ни на что Живя на этой земле Мы верующие люди Имеем великое Такое благословение И каждый из нас Это письмо Должен донести До каждого Своего ближнего Где ты работаешь Где ты живешь Где ты мимолетно Даже соприкасаешься С людьми Чтобы они явственно Могли прочитать Это письмо Как ты его пишешь У каждого Свой почерк Как мы передаем Тот почерк Который написан На скрижалях Нашего сердца Я работаю по стройке Однажды мы делали Человеку одному террасу И он говорит А почему вы сделали так Я говорю Ну мы так сделали Так хорошо Он говорит А можно было сделать Вот так И было бы еще красивее И было бы еще лучше Я ему говорю Почему Ведь так тоже хорошо Он говорит А так было бы Я думаю лучше И он говорит Это же почерк Это почерк То есть когда ты что-то делаешь По твоей работе видно А Кто это делал А это вот этот человек делал У него такой почерк Он все делает хорошо Или он все делает Спустя рукава Сразу видно А это этот делал Почерк у человека есть Я эти слова Очень хорошо запомнил Это был неверующий человек Но эти слова Меня сопровождают Каждый раз В работе Когда меня никто Из людей рядом Не стоит И не контролирует Когда мне нужно Все сделать Перед Господом У меня был объект Когда мне человек Подошел и сказал Говорит Там нужно повесить Снегобарьеры Снежная зима была И там сорвало На одной крыше Снегобарьеры Вот два снегобарьера Повесь их А там их наверное Штук десять Все целые Два сорваны Я ставлю лестницу Залажу высоко На крышу А там все оторваны Они держатся там На пару болтиках С виду вроде бы висят А все оторвано Я ему говорю А он поставщик материала Я ему говорю Там все оторвано Там все надо менять Он махнул рукой И так сойдет Повесь два И поехали Как бы ну Тебя попросили два Только и все А я понимаю Что следующей зимой Когда я сюда приеду Меня опять позовут Мне скажут Ну ты же делал Ты что не видел И я так понял И в моем сердце Звучат слова Это же почерк Это же почерк Как я после этого Приду этому человеку И скажу о Христе Со своим почерком И так сойдет Я взял лестницу Мне пришлось Несколько раз Ее переставлять Высоко лазить На эту крышу И я все прокрутил И все закрепил Чтобы следующей зимой Меня сюда не позвали Переделывать свою работу У каждого из нас На каждом месте Где мы ходим Живем Движемся Существуем Есть свой почерк Этот почерк Должен быть Христовым Мы должны его передать Настолько яственно Чтобы даже Мимолетно Человек Познакомился с нами И увидел Что это не простые люди Это божьи люди Это божий человек Это не простой человек В нем написано Написано письмо Божьим почерком Храните мир В своем сердце Не уподобляйтесь Этому миру Несите мир В сердце Который Этому миру Который дал Господь Знайте Чем все закончится Несите эту весть Что человека Верующего Ждут небеса Что Бог Все держит Под своим контролем Что у Него Ничего не выбывает Что у Него Все Предусмотрено Мы должны Хранить этот мир Вы знаете Для узников в тюрьме Для узников в тюрьме Это со мной была такая ситуация Я когда-то здесь был Если кто-то меня помнит 18 лет назад Я сидел в тюрьме И меня должны были освободить И решался вопрос Или мне еще два года сидеть Или меня освободить сегодня И вот завтра Или сегодня Я иду на комиссию И решается вопрос Меня освободят сегодня Или через два года Как вы думаете Что чувствует человек Когда решается такой вопрос Отпусть от тебя Сегодня Или через два года На тот момент Я получил от Господа Слово в сердце свое Любящим Бога И призванным По Его изволению Все содействует Каблаву Вы знаете Когда Слово от Господа Надежда от Господа Планы Божьи Они попадают В твое сердце Ты в тюрьме Свободен А есть люди Которые И на свободе В тюрьме На тот момент Мне стало все равно Господи Еще два года В тюрьме С тобой Нет проблем Освободят завтра Слава Господу Мы должны жить Так Чтобы Было всегда В сердце понимание Любящим Бога И призванным По Его изволению Все содействует Ко благу Все Содействует Ко благу Абсолютно Все Да благословит Нас Господь Давайте Мы встанем На наши ноги И прославим Бога Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому